Доброго дня! Мы находимся в регионе Волга, в одном из хозяйств данного региона, на поле с орошением кукурузы. И сегодня обсудим вопрос, главный для всех, когда заканчивать полив. Это вопрос, как мы все понимаем, неоднозначный. Все зависит от фазы развития культуры, времени, погодных и климатических условий региона, обстановки полевой в целом и планов хозяйства на уборку. Что касается принятия решений по остановке полива, естественно, это все зависит от ваших потребностей. Но в целом мы понимаем, что если мы находимся в регионе за сушливым климатом, сухим августом и жарким сентябрем, это территория юга России, то, конечно же, мы для сохранения массы тысячи поливаем до черной точки. Если же мы перенесемся в территорию центрального черноземья Приволжского федерального округа, где поливы тоже проводятся активно хозяйствами, но здесь немножко другие климатические условия, и полив можно остановить раньше. То есть мы сделали 5-6, возможно, 7 поливов, провели поливы, еще фаза развития, как вот на данном участке. Но мы понимаем с вами, что сентябрь уже будет, в принципе, или влажный, или немножко сухой, и не будет таких суховеев, то, соответственно, нужно будет уже полив останавливать. Мы не потеряем в массе тысяч и в целом сохраним тот потенциал урожайности, который у нас присутствует на вашем поле. Поэтому, соответственно, перед тем, как останавливать полив, вы должны оценить климатические условия будущих периодов ближайшего месяца-полтора. Если будут возникать нюансы и критические периоды с засухой, которые повлияют на набор массы тысяч и в целом, мы еще делаем полив. Если у нас уже, соответственно, не будет таких резких перепадов температур, суховеев, то мы его останавливаем и ждем, соответственно, уже созревания и высыхания до уборочной влажности кукурузы. Увидимся на полях. Всем пока.